Хочу пожелать вам, чтобы вы хорошо учились, чтобы вы могли выбрать любой вуз, учебное заведение, выбрать любую профессию, любую специальность и строить уверенно свою будущую жизнь. В общем, вам новая школа, с вас хорошая учеба. Сегодня мы свидетели и участники долгожданного события. 288 учеников и 16 педагогов с хорошим настроением будут заниматься в замечательной школе. В этой школе я работаю пятый год. Пришла я в уютную, такую теплую обстановку, но школа достаточно была старенькая. Средств обучения было недостаточно для того, чтобы проводить уроки эффективно. Особенно экспериментальная часть у меня страдала. Я жена военнослужащего, и пришлось поработать в трех школах, и я нигде не видела вот такого внимания, вот такого капитального ремонта, такой мебели, такого оборудованного кабинета химии. Я побыла не во многих кабинетах, но уже видно, что ремонт довольно колоссальный, и даже внешний вид школы полностью изменен. Ну, мне понравилось, наверное, больше от класса. Именно классы, потому что, ну, они стали уютнее. Оборудования много очень нового, да и вообще школа стала светлее как-то. Мы новички здесь, конечно. Мы приехали только этим летом здесь служить. Но мы очень рады, что, несмотря на то, что нас перевели в отдаленный гарнизон, моим детям достается комфортное обучение. Это очень важно, поверьте мне, когда дети учатся в очень комфортных условиях. Понравилось, что ее утеплили. Было холодно, мы, когда было жарко, например, зимой, ну, когда было солнце, мы открывали вот совсем чуть-чуть окна. А когда была зима, мы закрывали, и нам зерна было холодно. Мы иногда бегали за куртками. Он изменился кардинально. Здесь буквально поменялось все. Здесь не было, например, брусьев, здесь не было турников, негде было заниматься. Оборудование у нас было не сильно такое современное, а сейчас много перспектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова